Самые большие хищные динозавры из цикла эра динозавров Самые тяжелые и крупные хищные динозавры, тираннозавры рекс, весили около 9,5 тонн, превышали 13 метров в длину и 4 метра в высоту. Самыми длинными были спинозавры 14,6 метра, они весили 6-7 тонн. Другими огромными плотоядными тероподами были гиганатозавры, торбозавры, акрокантозавры, мапузавры, тираннотитаны, кархарадонтозавры и джучинтираны. Тираннозавры рекс В позднем меловом периоде сегодняшняя Северная Америка была изолированным континентом под названием Лоромидия. Примерно 72-66 миллионов лет назад там обитал род динозавров-тероподов, тираннозавры, называемых также Терекс. Перед массовым вымиранием они стали одними из последних динозавров палеоцена. Около 73 миллионов лет назад Северная Америка и Азия объединились, позволив перебраться азиатским животным в Северную Америку. Предполагается, что тираннозавры имели азиатское происхождение. Они сыграли значительную роль в вымирании местных хищников, вытеснив их и поднявшись на вершину пищевой цепи как чужеродный вид. Тираннозавры были двуногими хищниками с массивным черепом и длинным тяжелым хвостом, который уравновешивал все их тело. Их задние ноги были очень крепкие, а вот передние конечности были короткими и снабженными всего двумя когтистыми пальцами. Они являлись самыми сильными и крупными из наземных хищников своего времени. Ученые предполагают, что тираннозавры стояли на вершине пищевой пирамиды, питаясь как живой добычей, так и падалью. Они заглатывали ее примерно так же, как крокодилы, хватая зубами часть туши и отрывая ее, покачивая головой из стороны в сторону. Будучи частично падальщиками, тираннозавры иногда не брезговали поедать и своих мертвых сородичей. Установлено, что у них были самые сильные челюсти в животном мире. Это было обусловлено тем, что небо тираннозавров было очень жестким, способным противостоять во время укуса невероятно сильным механическим нагрузкам. При укусе эти рептилии прикладывали силу в 64000 ньютонов или примерно 6,5 тонн. Это в 3 раза превышает силу укуса большой белой акулы, в 3,5 раза – морского крокодила, в 15 раз – льва и в 77 раз – человека. Они были способны дробить любые кости и питались костным мозгом цератопсов и гадрозавров, который был богат минеральными солями. Было проведено множество экспериментов, чтобы продемонстрировать силу их челюстей, и было установлено, что тираннозавры рек смогли бы разрушить кузов автомобиля. Взрослая особь могла нанести трицератопсурану глубиной 30 см и длиной 60 см. Многие кости тираннозавров были полыми, что позволяло животному облегчить вес тела без потери физической силы. Возможно, эти хищники охотились стаями. Мышцы ног тираннозавров были пропорционально намного больше, чем у любого другого современного животного, это позволяло ему развивать скорость от 40 до 70 км в час. Продолжительность жизни тираннозавров доходила до 30 лет. У них был очень массивный череп, длиной полтора метра, усеянный зубами длиной от 10 до 30 см, включая корень. Эти зубы были самыми крупными из зубов всех плотоядных динозавров и быстро заменялись при повреждении, как и современные рептилии. Тираннозавры были покрыты чешуей, напоминающей чешую крокодила. В 2000 году в Восточной Монтане был найден скелет тираннозавра, у которого частично сохранился костный мозг. Это был единственный экземпляр, пол которого удалось определить, анализ тканей показал, что это была самка, умершая около 68 миллионов лет назад в возрасте 16 лет. Это было обнаружено благодаря тому, что в ее мозговой ткани нашли элемент, присутствующий только у самок птиц во время овуляции. Этот минерал служит для обеспечения кальцием яичной скорлупы, которая формируется при развитии яиц. Исследование показало, что тираннозавры обладали развитыми сенсорными способностями, такими как быстрая координация глаз и головы, обостренное обоняние и способность воспринимать низкочастотные звуки. Кроме того, было опровергнуто ошибочное мнение, что они могли видеть лишь движущиеся предметы, тираннозавры обладали острым зрением, причем бинокулярным, превышающим таковое в 13 раз, чем человеческое. Это позволяло тираннозаврам различать объекты на расстоянии 6 километров. Для примера, человек видит на расстоянии 1,6 километра. Обоняние позволяло этим животным чувствовать запах падали издалека, что соответствовало обонянию стервятников или современных домашних кошек. Мозг тираннозавров был пропорционально больше, чем у других динозавров, за исключением некоторых манерапторов, примерно на уровне современных аллигаторов. У этих динозавров развилось сложное поведение, такое как обучение и обработка визуальной информации, а также способность издавать звуки, общаться и реализовывать стратегии борьбы и охоты. Тираннозавры жили на территории от современной Канады на севере до Нью-Мексико. В тот период трицератопсы были доминирующими травоядными. Эта территория была субтропической, с влажным и теплым климатом. Флора состояла из таких деревьев, как секвой и араукария. В своей среде обитания тираннозавры жили рядом с титанозаврами, гадрозаврами, некоторыми видами теропод, а также с гигантскими птирозаврами кецалькатли. Спинозавры Спинозавры жили между ранним и поздним мелом около 106-97 миллионов лет назад в Северной Африке, Алжире, Марокко и Египте. Они превосходили по длине таких тероподов, как гигантозавр и тираннозавр. Их длина составляла от 12 до 18 метров, а весили эти животные от 7 до 16 тонн. Череп спинозавров был узким и длинным, около полутора метров длиной, похожим на череп современного крокодила. Их челюсти длиной 70 сантиметров были снабжены прямыми коническими зубами. Они питались в основном рыбой, но мог охотиться как на морскую, так и на наземную добычу, так как способен был жить как в воде, так и на суше. На спине спинозавры имели костистые отростки в виде паруса длиной около 1,65 м, соединенные друг с другом кожей. В них было обнаружено несколько следов кровеносных сосудов. Среди их функций присутствовала как терморегуляция, так и сексуальное проявление, а также они использовали их, чтобы охотиться на рыбу и быстрее плавать в воде. Фаланги пальцев спинозавров демонстрируют очень своеобразную морфологию полуводного образа жизни, позволявшей этим животным плавать и передвигаться по илистой местности. Спинозавры охотились в средней и глубокой воде, оглушая рыбу своим длинным застреванным хвостом. Они охотились стаей, плавая вокруг добычи и образовывая своего рода «рыболовная сеть» из их высоких парусов. Парус также помогал животным быть более маневренными в воде. Спинозавры жили на территории современного Египта, в прибрежно-речной среде с каналами, покрытыми мангровыми лесами. Они разделяли среду обитания с другими тероподами, такими как бахариозавры и титанозавры. Их соседями была также разнообразная водная фауна, в которую входили некоторые крокодиломорфы, многочисленные рыбы, акулы, черепахи, ящерицы, змеи и плезиозавры. Вполне возможно, что спинозавры в засушливый сезон питались также птирозаврами. Гигантозавры и торбозавры На территории современной Аргентины 99-97 миллионов лет назад, в позднем Мелу, жили гигантозавры, имевшие длину от 12 до 13 метров и вес от 4 до 13 тонн. Шея гигантозавров была очень мощной и сильной. Считается, что гигантозавры были теплокровными со смешанным метаболизмом, представляющим собой нечто среднее между рептилиями и млекопитающими, что позволяло им очень быстро расти. Однако это были относительно медленные животные, способные развивать скорость не более 25 км в час. Челюсти их были проворными, быстро смыкающимися на добыче и с чрезвычайной легкостью разрывающими плоть. Гигантозавры являлись высшими хищниками своей экосистемы, питаясь любыми существами, которых могли догнать и убить. Торбозавры жили около 70 млн лет назад, в Позднем Милу, на территории современной Монголии и в Китае. После тираннозавров они были одними из крупнейших хищников-тероподов по массе и весу. Торбозавры являлись двуногими хищниками размерами 10-12 метров, вес которых мог достигать 5-7 тонн, и имели огромную голову с челюстями, вооруженными примерно 60 зубами длиной до 85 мм. Челюсти могли закрываться и открываться только вертикальными движениями. Их передние конечности, как и у всех их родственников, по сравнению с телом были непропорционально малы и имели всего два когтистых пальца. Три пальца на ногах были толстыми и длинными, чтобы поддерживать тело, а жесткий и тяжелый хвост служил противовесом туловищу и голове, перенося центр тяжести на бедра. Торбозавры обитали в среде, представляющей собой равнину, пересеченную речными руслами. При охоте они полагались больше на обоняние и слух, поскольку их глаза были слегка смещены в стороны, и они не обладали острым зрением. Участок мозга торбозавров, отвечающий за обработку зрительной информации, был очень маленьким, как и контролирующий движение глаз зрительный нерв. Зато у них был хорошо развит вестибулярный аппарат, позволяющий животным иметь прекрасное чувство координации и равновесия. Слуховой нерв был большим, поэтому они обладали отличным слухом. Их мозг был больше похож на мозг рептилий, чем на мозг птиц. Объем мозга 12-метрового торбозавра составлял всего 184 кубических сантиметра. У них было прекрасное обоняние, полезное животным как в охоте, так и для обнаружения феромонов, что означало, что у них было сложное брачное поведение. Широко распространен был на территории современной Северной Америки род акроконтозавров, живших около 116-110 миллионов лет назад, в раннем милу. Их название означает «ящерица с высоким позвоночником». Акроконтозавры были двуногими хищниками и имели небольшой гребень, состоящий из костных отростков и проходящий по всей спине от затылка до хвоста, отчего и получили свое название. Эти отростки были соединены с мышцами и использовались животными в качестве хранилища липидов. Длина гигантов была около 11 метров, а весили животные более 6 тонн. На каждой лапе у хищников было по три когтя, но акроконтозавры не были быстрыми бегунами. Росли они медленно, молодому животному требовалось от 18 до 24 лет, чтобы вырасти до взрослой особи. Их маленькие передние конечности никогда не соприкасались с землей и не использовались для передвижения. Они использовали их лишь для охоты, в остальное время лапы оставались свисающими с плеч. Плечи акроконтозавров были ограничены в диапазоне движений, и передние лапы не могли совершать полный круг, но могли достичь вертикального положения. Зато все пальцы были очень гибкими, они могли разгибаться и сгибаться и были снабжены большими изогнутыми когтями. Животные использовали их для захвата жертвы, одновременно крепко держа добычу челюстями. Мозг акроконтозавров был похож на мозг гигантозавров и кархарадонтозавров и напоминал больше мозг крокодила, чем птицы. Животные имели большие обонятельные луковицы, что обеспечивало им хорошее обоняние. В Колорадо были обнаружены следы, датируемые нижним меловым периодом. Эти следы были расположены параллельно друг другу по кругу, размером до двух метров каждый. Эта сцена была похожа на своеобразный танец, который выполняют современные птицы, демонстрируя свои брачные намерения. По мнению палеонтологов, это явилось первым в мире свидетельством брачного ритуала между динозаврами и еще раз подтвердило тесную связь между ними и птицами не только в строении, но и на поведенческом уровне. Ученые читают, что автором этих следов были акроконтозавры. Малоизученные гиганты мелового периода В сегодняшней Аргентине 93-89 млн лет назад, в позднем мелу, обитали мапузавры, что означает «земляная ящерица». Они были лишь ненамного меньше гиганторавров, своих ближайших родственников, достигая в длину 11 метров и весили около пяти тонн. В тот же период в Аргентине делили свою среду обитания с мапузаврами мощные хищные динозавры – тираннотитоны. Они тоже были родственниками гиганатозавров и достигали 10-12 метров в длину при весе в 4-6 тонн. Они жили группами, чтобы было легче охотиться и убивать огромных завроподов, таких как аргентинозавры, которые были их основным блюдом. Кархарадонтозавры жили в раннем меловом периоде, 112-93 млн лет назад, на территории современных Северной Африки, Марокко и Египта. Они конкурировали по размеру с такими гигантами, как тираннозавр, спинозавр и гиганатозавр, хотя и были меньше этих хищников – от 10 до 12 метров, а весили эти животные не более 7 тонн. Кархарадонтозавры обладали огромными челюстями с зазубренными зубами длиной до 8 см. Джучунг-тираны из позднего мелового периода обитали на территории современного Джучена в китайской провинции Шаньдун. Их длина составляла примерно 11 метров. В высоту эти животные достигали 4 метра и весили 6 тонн. Челюсти этих гигантов были лишь немного меньше, чем гигантом у тираннозавров Рекс. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания «Жаш Клаб» и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.